привет друзья поднимаю руку которая вот это все готовила сегодня кроме вот этого это я да сегодня мой был перформанс мы свеку ли вас сегодня приветствуем на нашему банк терапии хорошего настроения с викторием александром очередное видео для наших друзей сегодня обещанный мой анонс состоялся очень долго объяснять мы начнем есть и по ходу пьесы я вам все попытаюсь рассказать но сегодня мы имеем купеческий борщ купеческий борщ впервые в мире вообще при да я сделал эту патентую это название и патентую способ приготовления потому что я придумал этот способ это борщ но я вам позже объясню что это такое я уже начала я знаю что хочу я хочу немножко сметану такой насыщенный да с этим мясиком справиться а так что а вот тогда прям бери его рукой нежная нежная мы вас часов варили поскольку ты получишь несколько смен да я ушла на работу с подварила тоже пришел с работы подарил в общем это как бы блюдо длительного приготовления но в основном мясо нужно сварить чтобы она была мягким и отделялась вот суть этого борща в том что здесь огромный кусок капусты посмотрите как вот такой часть вилка капусты вот и огромные куски мяса просто вот я люблю вот это вот я хотел вот так сделать видите вот такой огромный кусок мяса вот такой сейчас как упадет забрызгать а так в общем то это обыкновенный борщ но немножко я добавил очень измельченной цветной капусты очень вкусно какой густой а еще у нас салка ну расскажи немножко про это было как я сделала как дополнение к столу баклажаны в творожно чесночно укропном начинке с творожной укропной начинкой рынка канапешки из помидоров должно быть вкусно баклажаны обжаренные двух сторон расскажи потом перчик помолю помолю 5 будешь свеженького прямо так пахнет обожаю запах черного перца а вы любите запах черного перца здесь вообще-то не только черный здесь смотрите очень много разных перчиков это смесь там розовый серый перец белый перец дает такой аромат невероятный собирая борща да давай у нас я могу сказать про мясико смотрите вот она на волокна распадается просто когда как уже откушу на женского вкуса взяли кусок челятины сколько там было килограмм примерно полтора ну вот такой это кусок килограмма полтора на халапенька острая очень и знаете кусок мяса такой и борщичком его вот у меня ложка я ложка это мясо разделываю просто насколько она мягкая как обычно сегодня мотались перчик попался я все думал как получится этот вилок а его нужно просто брать и так а что нам делать с капустой с капустой смотри берешь и вилкой накалываешь вот так и ешь вот так видите а еще можно даже взять и прямо вот сюда сметана вот реально мне пришла мысль что это борщ купеческий они вот так сидели мясо ели большими кусками и капусту вот посмотрите прямо для на вкус как голубцы ленивая мясо это шедевр мясо хорошее отлично как ты думаешь это больше чем просто борщ и как говорится вся капуста из борща сконцентрирована в одном куске и в этом весь так сказать креатив этого блюда с вашего позволения можно сальца кусочек и немножко перчик и халапеньо я бы тоже сальца прикушала перчик зачет поздравляем всех с днем знаний у кого детки или кто сам пошел в школу какой-либо класс либо студент школу жизни опять слушай класс вот это то что я хотел задумка это капусту берете вот так вот и вот так прекрасно я хочу попробовать что получилось за рулетики вот этот вот я хотел тебя попросить положительный прям в рот да ну давай сейчас я прожью сама свеж вот он канапет и вытащила палку невероятный борщ на днях котлетки я бомбически сделал сегодня саша фурор борщевой я теперь только так буду делать ребят я сделал это первый раз я давно это хотел все как-то руки не доходили может вкратце расскажешь рецепт простой как у борща но только я делал мне вот у меня дружбанела тоже в общем в казане варится такой long cooking до мясо я поставил отдельно в кастрюле варил бульон там накидал там перчик лаврушечка там туда-сюда вот это долгому я варю начинал борщ затеял в казане сделал хорошую там зажарку такую прям шикардос там немножко положил даже немножко положил бурячка да да красный чуть-чуть для цвета чтобы он был насыщен и вот когда все было уже готово вместе с мясом я закинул картошку если она у вас разварится это ничего страшного очень хорошо а потом в конце я все это обратно вернул бульон в казан положил туда мясо и в конце добавил от этого порезанную на четыре части маленькие вилочки капусты они дошли сейчас они просто узнаете на вкус медовые такие да да давайте в общем такая вот история каждый что хочет так и ворочит борщи вы сами знаете какие у всех нам зажарки поджарки с удовольствием сейчас ухо на такой сытный кружок уже очень надо и для улета мясо very good хочу пока саша живет и съем твой баклажанчик расскажу пока сашка живет хочу сказать что в следующем видео мы будем ведем новую так сказать подкаст рубрику обсуждать будем самые интересные комментарии пару слов хотел сказать ребят огромная география вы пишете со всего земного шара и франция и германия белоруссия ингушетия владикавказ азербайджан азербайджан да то есть вот просто там казахстан израиль нам очень приятно это мотивирует писать записывать больше видео готовить больше не конечно же мы так сказать ответим каждому по возможности фух ешь потерь работа и мерзли саша это очень сытный борщик но я оставила вот себе чуть листиков хочешь капуста уже мне давай давай я с удовольствием я не осилю просто это очень сытный вкус кусок мяса недельная еда поэтому я так и назвал этот борщ думаю что я сделал правильно сейчас покажу ребятам как это выглядит на самом деле также хотел сказать всем приятного аппетита кто кушать вместе с нами вот посмотрите как это выглядит вот так видите к вас и вот так вот сразу не раздумывая просто не знаю какой стороной вот так и сашка у нас сегодня живет капуста просто очень вкусно это когда вообще попадается на нарубленная она там растворяется это просто какой-то вкусами невероятно пропитана вот этим томатик на забыл сказать очень томатный я сделал много положил сначала томатной пасты потом я даже с мясом в бульон когда варил налил стакан жирного томатного сока это настолько вкусно всем а теперь пробуй баклажан не интересного давания ты мне обещала положить его каким-то образом там я открою пастюшку только смотри не съешь зубочистку опас что скажете сударь очень достойно надо мне хозяюшка он говорил не зря я тост подымал за всех хозяюшек в ее лице она вот у меня такая знаете ну супер как вот он должен быть там товарожок вот это чесночок замечательно выходит да так попробую еще укусить докусить мяско это по традиции мы будем выбирать фильм только мы уже неделю выбираем какой фильм посмотреть и не можем никак посмотреть аварии не но я люблю очень кусту лицу и вот мы смотрели недавно фильм время цыган да да кстати мы его же не досмотрели а значит я засыпаю получается под фильмы всегда засыпаю саша досматривает потом делаете что он не досмотрел и смотрит еще раз но уже так сказать не от всего сердца за иногда умничаю такой чем-нибудь скажу а я уже знаю что впереди девочка не обижайся сейчас опять скажу что ты переигрываешь мы всех переиграем даже не сомневайтесь ну что мы хорошим я наелась я тоже ну я добью конечно даем это все но это будет очень не очень красиво поэтому это показывать нибудь вообще-то в этом тогда терпите тогда вот понеслась смотрел так вот сделаю да тарадам барабан такой вкус мне самой захотелось доесть просто невероятно ребята рекомендую если кому-то нужен рецепт я подскажу там ну там ничего сложного нет вместо нарубленной капусты вы кладете просто такую и чтобы она покипела чтобы она вот пропиталась она дает сладости бульону и вот она такая полусладкая с бульончиком на девочку борщ купеческий вашему вниманию я наелась моя лапушка наелась знаете как приятно услышать ну конечно вот настоящий мужчина даст кусок мяса мамонта притащит в избу до кусок опустых топором нарубит нарубил бросил в котел но безумно вкусно да тут даже борщ можно было бы назвать ленивый борщ зажарочку сделал капусту порубил на 4 части кусок мяса кинул накрыл крышкой и иди гуляй потом пришел а там но вопреки всей его грубости такой вот кусочности он довольно таки нежный и очень плотный вот если вон одну тарелку съедаешь я сделал просто очень мощную поджарку ну такую знать это даже как овощное такое рагу его можно отдельно есть но если сделать поменьше он будет более воздушные легкие ну капусточка будет ну что мы хорошие ну что думаю будем на сегодня уже заканчивать идти в мягкую теплую диван смотреть фильм и совсем теплый постель а теплый постель это уже после фильм после мягкая диван ну пока ребят до новых встреч следите за нами мы скоро выпустим еще одно видео тоже будет интересно не сомневайтесь подписывайтесь чтобы не пропустить данные ней и помните this is life всегда с вами